всем доброе утро девочки во первых хочу поблагодарить за комментарии поскольку если бы не комментарий который написала мне одна зрительница с вопросом как обстоят дела с ландышами которые я из маленьких горшочков пересадила нут в более крупный и оставила пересаживала в прошлом году в мае у французов есть такая традиция покупать ландыши на 1 мая и я про них абсолютно забыла поставила под качелью они там у меня стояли поливались только дождиком и смотрите вот маленькие росточки сколько лет я пыталась даже когда мы жили на вилле у нас там была земля возле дома они не прорастали и вот так вот оставленные так сказать бесхозно вот новые росточки так что у меня в этом году будут свои собственные ландыши у нас ночью был дождь и я занесла вот эти подушки которые у меня на качельке лежат и вот смотрите наш бегун по потолкам улегся мало ему одной подушечки так он напрокинул и улегся да лексюня ты скучала да ты скучал без нас девчата спрашивала як там котики сумму воли за вами скажет так дуже сумму волы да мой ты хороший мой ты золотой ребеночек мой ты сладенький мой ты хорошенький сути лапуля мало сейчас буду ехать в строительный магазин договорились с мужем встретиться прям на месте в его обеденный перерыв хотим выбрать кое-что из сантехники и напольную плитку и чтоб потом не было никаких претензий друг другу что он выбирать на свой вкус я выберу там на свой вкус и кому-то что-то не понравится в общем решили найти вот такой вот компромисс отпуск закончился а ремонт продолжается сейчас с первым приехали в строительный магазин нам нужно купить плитку хотим поменять у нас паркет был коридоре на втором этаже и хотим поменять плитку на плитку и я смотрю не знаю надо будет или более светлую выбрать или у нас вот была плитка вот такого плана я вот не знаю какую лучше взять или та которая чтобы совпадала с светом ступеней что в комнате мы решили оставить паркет в коридорах между ванной комнатой туалетом и лестнику на лестничной этой площадочке нужно поменять на плитку и так чтобы это не бросалось в глаза что ну как бы из комнаты выходишь там паркетом вот такой вот длинный и сразу будет плитка такие квадратные сразу отпадают ну что там дальше есть 1 пошел сантехнику выбирать тоже решили поменять туалет в милен иной комнате так не но здесь уже такого нет и возможно найдем колонну для душа для маленькой кухне как интересно сделано столик возле окошка я не знаю даже сколько здесь надо 5 метров квадратных в этой комнатке все хорошо продумано вот эта кухня тоже очень симпатичная не в последнее время нравится сочетание вот такого темно-серого и дерево единственное что здесь вот именно в этой кухне мне не нравится то что белая мой кого-то нас сюда но абсолютно не подходит при том что очень много черных моек серых моек в продаже зачем они сюда и впихнули а кухня конечно очень так удобно сделано с этой стороны рабочая поверхность и здесь можно ставить и посудомойку и она с другой стороны можно использовать как стол можно возле окна тоже но я например вот эту часть использовала как стол вот видите как здесь что сделать одну часть рабочую другое можно было там кофе попить завтракать если гостей нет здесь вот мне шкаф понравился там где стаканы спрятаны черная мойка видите как классно как раз на месте а там белая не туда не сюда пока пьер поехал отвозить сантехнику машину хочу посмотреть и может быть у них есть в садовом отделе баки клубнику хочу пересадить так здесь есть но не то что мне нужно таких вот ящичков как у меня я не вижу вот я нашла горшок такой но квадратные мне нужно продал голод ты наверно можно улице есть наши что-то так ну что девочки я уже дома сейчас немножко отдышать буду готовить ужин пер вернулся на работу разгрузили мы все что купили помимо того что планировали купили много чего абсолютно не запомните клонетка моя кушать пошла купили много чего не запланированного я вот знаете раньше думал что такое возможно только когда вот у меня бывает такое поехала там хлебушка купить закончился водички купить закончилась там сок или там пяти дежуны для миллион но это завтраки и возвращаешься с полным багажником продуктов то там было по скидке то возьму наперед потому что потом ну здесь у нас магазин чтобы поехать за какую закупку сделать нужно ехать она на периферии находится между двумя-тремя деревнями и я всегда как бы покупаю впрок или же когда скидки ты едешь купить одну юбочку или одни брючки возвращаешься с тремя-четырьмя пакетами иногда даже абсолютно ненужных вещей но все что я купила сегодня все очень нужное он почему говорю отдышусь я вам сама смастерил вернее как ну смастерила собрала купила два табурета для бара высоких очень удобно поскольку во первых они как тут и были поскольку год назад мы покупали вот бар что сзади меня и он деревянная столешница и здесь сиденья деревянные это же вот дерево и черное но красиво смотрится и очень удобно во первых когда завтракаешь можно завтракать прямо здесь а не идти вот в ту часть салона где обведенный стол и когда я готовлю когда я готовлю я частенько смотрю какие-то передачи там фильмы и ставлю планшет и уселся и пожалуйста чистом себе что-то режь очень и очень удобно затем купили мебель ну как мебель шкаф прихожую купила подставку для вина ну как бы как подставку а вон и и кстати да тоже вон она у меня стыдя еще не убирала когда гости приходят чтоб она как раз на три бутылки вина бутылочка красного бутылочка розового бутылочка белого как бы на все вкусы купила подставку для бумага и наверно покажу потому что вещь классная да покажу сейчас расскажу потом покажу дело в том что я вот терпеть не могу иногда бывает такие вот вещи терпеть не могу когда приходят там разные счета или приглашение там на юбилей на свадьбу чтобы все это вот бардаком не валялась у меня есть специальная такая коробочка из бамбука я туда все это складываю но иногда бывает что там одно на одно нас наслаивается и забудешь или счет оплатить его время или же на приглашение не отвечаешь там через две недели нужно отвечать этикет есть этикет чем скорее ответишь надо же уважать людей и я не люблю такого когда есть вот такие вот задержки и решила что именно вот в эту подставку я буду укладывать то что срочное сделал дело и убирать буду туда но люблю я порядок такой я человек потом купили мы плитку напольную и купили совершенно не ту что я смотрела дело в том что как пьер пошел к продавцу консультанту потому что мы выбирали 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 остановились в конце концов на вот этом натуральном травертен и так натуральный камень который у нас и на лестнице который у нас в салоне который у нас в прихожей который у нас на террасе но у нас везде и и дело в том что если укладывать и вот этот травертен уже квадратные там специальный орнамент как бы это долю по времени будет дольше занимать и как бы ходить коридор неудобно и потому что то что мы хотели но как бы под паркет который у нас был только плитку вот такую положить и того той расцветки не было что нас там стена идет она из камня и как бы с травертеном она не очень хорошо сочетается нужно что-то такое вот ну более интересное и что вы думаете продавец консультант он нам говорит а в чем проблема посмотрите на сайте вот сейчас при мне мы откроем заказываете и вы можете его вот прямо сейчас забрать а я говорю так как разве на сайте и в магазине ни одно и то же он говорит нет то что в магазине нет такой площади чтобы показать все товары то же самое и с душевыми кабинками и с ваннами и с мебелью а на сайте вы выбираете все что хотите заказываете и забираете короче мы выбрали вообще шикарно очень красивая плитка ну а мы там разных цветов ну классная надеюсь будет очень красиво и купила унитаз миленкину комнату дело в том что у нас он рабочий все в порядке почему решили заменить здесь ужасная вода и покупали моего когда этот дом строили и внизу поставили унитаз со специально вот этой керамика которая она анти калькер это значит ну вот этого налета никакого нет и она без бортиков а у милена обычные и решила поменять чтоб тоже без вот этих вот бортиков во первых удобно мыть и именно из вот такой вот керамики потому что ну каждую неделю ты вот его драешь драешь опять же я ну не то что там я какая-то там чистюля сейчас себя тут расхваливаю от и до просто это такие места которые должны быть без всяких бактерий должны быть чистыми а если их не дра это в ней соответственно чистыми не будут но благодаря вот этой вот этому покрытию или что там не знаю я уход именно по уборке намного проще и нет вот этих вот отложений по что их отдирать но это просто кошмар опять же это не везде так у нас на юге вода то она техническая подается вот это которая соленая потом соль из нее выбирается и из скважины опять же там куча хлора куча всего чего там только нет они приходят проверяют дают специальные такие бумажки с индикаторами там смотрят а да 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 все нормам соответствует не знаю каким нормам она там соответствует но не фильтрованную воду мы из крана я готовлю на бутылированной воде из крана ну куда для стирки там что-то ополоснуть руки помыть а так вода для приготовления еды абсолютно не годится и поэтому мы где-то раз в три года меняем смесители потому что тоже вот этот вот весь налет известковый вот думаю как же он калькера известковый налет и душевой вот этот стояк колонна она называется и тоже вот даже когда краны она еще нас термостатами и вот когда там вот это вот калькера внутри или нужно все это разбирать прочищать со специальными средствами или же раз в три года нафиг выбрасывать и покупать новое но никуда от этого не денешься ладно девчатка буду заканчивать пойду готовить ужин а то сейчас сколько через час-полтора пер приедет с работы а истинным отчего все целую обнимаю и до зустричи